ты готовишься полгода чтобы на сцене оттанцевать 45 секунд я люблю дорабатывать чужие идеи в тот момент когда сказал все тип я я король я молодец вот тогда все можешь сворачиваться и заканчивать танцевать фотографии это не то что можно измерить линейкой вы можете подавискать этот фотограф лучше потому что у него камера толще а этот фотограф лучше потому что у нее снимки насыщенные это все не так то есть это какие-то вот эти вот знаете нанометры какие-то абсолютно незримые вещи которые нельзя измерить тебе не нравится фотография либо не нравится никита кудрявцев фотограф танцор преподаватель ирландских танцев ловит в объектив фотокамеры парящих ирландцев и сам получает награды на престижных международных соревнованиях я еще будучи школьником я помогал отцу с там где-то там изучать современные программы потому что он же он же пленочный фотограф изначально был то есть когда только-только начали появляться все эти фотошопы фотомонтаж где-то обработать я в этом все хорошо разбирался в том числе потому что у меня профильное образование то есть закончил государство технический университет по специальности информационной технологии в медиа индустрии у нас было достаточно много с графикой связанных профильных предметов было пару случаев когда мне просто пришлось заменять отца на банкетах у него случался какой-то какая-то накладка нужно было срочно снимать там либо какие либо губернатор не чешутся он кого-то типа сниму банкет то есть вот те камеру тебя вспышка вперед это реально как будто тебя бросают просто в бассейн ты не умеешь плавать а потом опять же это все начинается с друзей то есть ты не берешь за это деньги ты просто ведь ребят я просто хочу сделать вам снимки когда это все выходит за рамки этого круга общения это уже становится твоя профессия если ты за фотограф и ты не снимаешь свою семью это странно потому что кого еще снимать на самом-то деле а у нас вот особенно со много снимается там наш семью когда у нас появился ребенок просто потому что это такой прям такой вот ступеньки рост то есть как он менялся это все очень круто потом смотреть то есть и у нас дома тоже всегда был большой фотоальбом то есть я просто привык тому что так положено чтобы у тебя дома был фотоальбом причем за это напечатаны я про всем рекомендую если у вас есть какие-то ваши снимки печатайте их то есть неважно какого они качества главное что вот это вот отпечаток он во первых жесткие диски горят они сыплются они размагничаются что угодно а вот напечатанная да она тоже горит но вот вы положите в альбом периодически просматривать что я знаю людей у которых там тонны фотографий там себя с друзьями там своих собственных фотосессий может быть они лежат где-то в соцсетях или еще где-то на жестком диске но вот именно вот в бумажном виде ты на самом деле будешь их смотреть я прям всей душой за печатную фотографию свадебная фотография эта фотография это для истории то есть это вы снимаете чтобы потом смотреть чтобы показать детям внукам родственниками свадьми фотографии фокусируется на людях на женихе с невесты на их родственниках на их эмоциях если пока и к этому шаблонно то вы получите достаточно сухие кадры вы придумали что вот там вот мы снимаем колечки вот так мы снимаем там жениха с невесты вот так мы едем в одно из любимое место в парке или еще куда-нибудь древнюю автостудию делаем вот такой-то набор кадров во-первых это не всем подходит то есть люди разные каждому клиенту нужно подходить немножко по-другому то есть есть перечень кадров которые желательно сделать но как ты к ним подойдешь это реально решается практически вот на месте я знаю людей которые не работают фотографами они просто снимают для себя и они снимают обалденно круто я знаю фотографов которые вроде бы профессионалом ты думаешь не тип можно вообще-то и лучше фотограф художника чек-то думает кадр заранее он продумал он его сделал и этот кадр уже нравится не только ему его ближайшем окружении но и общественности он может быть даже что-то хотел сказать этим кадром и очень редко когда фотограф художник может работать именно как профессионал это большая редкость ну что действительно очень сложно работать загнан в рамки когда тебе говорят вот с этой точки ты не сходишь потому что вот здесь охранники этого там випа какого-нибудь близко тебе нельзя подойти значит ты можешь стоять только здесь а там свет просто отстой нельзя использовать вспышку допустим ты приходишь на место у них там мероприятие все круто и просто чудовищный задник ты загнан в рамки то есть ты работаешь то есть ты должен выдать определенного качества снимки заказчику чтобы он сказал да круто спасибо большое вот мы с вами еще будем работать дальнейшем не все так могут я люблю работ по тех заданий у меня это очень технический склад ума я люблю четкое тех задания я могу в рамках этого тех задания навертеть вам столько всего крутого прямо на генерировать но именно родить самому идею мне сложно я для этого обращаюсь другим людям которые вот могут создать что-то прям креативное и тогда уже на основе этого я люблю дорабатывать чужие идеи это тоже работа то есть ты должен тоже уметь придумывать это процесс которым тоже надо учиться я всегда считал что ирландские танцы это круто у меня была кассета riverdance записью 80 наверно но собственно кого-то года одной из первых записей и это как-то знаете в детстве запал в душ я прям пересматривал будущем там семилетним восьмилетним мальчиком и вот я познакомился с девушкой которая впоследствии стала моей женой и собственно она и привела мне в танцы я что-то ей проспорил до 2010 год месяца сестра не организовали первые в омске соревнования по ирландским танцам это вообще был на второй опыт в сибири когда делали подобные и вот я тогда снимал их но еще не танцевал и после них я понял что ну все пора получаться чего далеко не сразу я очень плохой ученик для того чтобы получить первую золотую медаль за самый вот за один из самых начали начальных танцев не потребовалось больше года причем не так что я просто он приходил ничего сомнил это было больше года прям кропотливые работы потому что я не слышал музыку понимание того куда нужно бить в какой момент нужно касаться по в какой напрочь отсутствую какой да нормально все то есть мне нравится чем вам то не нравится это первая сложность второе я высокий и чем ты выше в ирландских танцах тем тебе сложнее потому что скорость высокая те представьте себе вот мой длинную ногу мне нужно ее поднять вовремя а еще мне нужно вовремя ее опустить и это сложно был какой-то переломный момент когда я понял так либо я это делал хорошо либо я это бросаю самое первое соревнование у меня были в одессе это был собственно 2010 год я поехал туда и это были просто отвратительные соревнования для меня потому что ночью мы ехали из евпатории в одессу вместе с женой и мы отравились нам было плохо всю ночь на было плохо всю дорогу в этом поезде мы приезжаем в одессу у меня температура а соревнований ты их не отменишь не перенесешь как бы решили что раз уж мы здесь мы танцуем я натанцевал на свои законные последние места во всех номинациях и ушел а если говорить прямо большой крутой настоящей сцене то это был диссельдорф 2014 год мы тогда впервые поехали на чемпионат европы европу его первым из омска кто это сделал и это было жутко страшно с одной стороны мы очень долго к этому готовить с другой стороны это был очень спонтанное решение то есть то есть я к тому моменту занимался прилично и решить поехать на чемпионат участвовать чемпионате было принято там месяца за три до я получил какой-то материал абы как его сделал но как бы я мог его повторить и этого было достаточно для первого раза и его большая сцена прям такой стадион где можно убежать туда там попрыгать вернуться то есть софиты все это конечно этот совершенно другой уровень чем когда соревнуешься в спортзале или в дк не сравнить я тогда получается был пятым на чемпионате европы то есть это вот мой дебют на большой сцене был страшно было ужасно ты готовишься полгода чтобы на сцене оттанцевать 45 секунд у нас много разных номинаций вот к примеру там есть одно место рил то есть вот рил для начинающего он чуть побыстрее соответственно покороче рил для продолжающего подлиннее но суть то что вот ты вот вы за вот эти минуту там 45 секунд минуту должен выложить максимум и на самом деле порой бывает не хватает сил даже до танцевать эту минуту до конца потому что чем выше уровень сложности чем выше уровень танцора тем ты делаешь больше мелких элементов тем выше ты должен прыгать тем более сложная хореография именно с точки зрения перемещения то есть ты постоянно где-то разворачиваешься где-то ты бежишь 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 провернулся сделал большой мах ногой в лоб там прыгнул разбежался развернулся пошел в другую сторону потом постучал чуть-чуть и опять побежал если ты смотришь на танцор думаешь о вот тут он уже устал к сожалению он может уже не рассчитывать на соревнованиях на достойное место потому что ты должен вот начать круто и закончить не менее круто бывают такие танцоры которые начинают так себе и заканчивают так себе тоже в этом сорок который начинает просто как будто они чемпионы мира но они не могут так долго то есть это то чему чему нужно учиться долго то есть это вот выносливость она нарабатывается годами потому что нагрузка крайне специфическая сидят эти все прыжки тебе нужно успевать дышать в это время ты уже успевать давать ногам отдых у нас есть очень жестко регламентированная скорость музыки танец рил у него скорость 113 тактов в минуту то есть соответственно твой танец длится 48 тактов и ты должен укладываться в эти 48 тактов музыка определено скорости а у танца определено то количество так то есть поэтому все танцуют одинаково то есть выходит последовательно там 10 20 человек подряд и они все будут танцевать один тот же отрезок времени схемы разные материал там проще сложнее интереснее так далее но отрезок времени разные есть танцы где у тебя гораздо больше вольности это четвертый раунд то есть это финальный раунд который считается прям вот вершиной мастерства реванского танцора называется модель сет то есть современный сет я очень не очень спортивный человек в детстве я ходил на рисование один год плавания и один год классического фехтования что-то внезапно позанимался этим все потом до 18 лет я не занимался просто ничем то есть я вот таким домашним компьютерным мальчиком который для которого слог гулять было можно не надо пожалуйста из вот это вот компьютерного мальчика стал больше спортсменом нежели нежели был когда-либо это у нас нас эти осанку управляет просто на 1 на самом деле это пожалуй то что распрямил на спину позиции в русских танцах она прям очень жестко закреплена и это все очень непривычно реально когда ты приходишь начинаешь заниматься в ботинках обычно полгода ты просто учишься в них просто делать хоть что-то то есть серьезно это непросто естественно бывает разный род травм человек падает это бывает из чек устал чек измотан там за три часа занятий ведет прыгнул лишнего приземлился на удачно потянул ногу или там мышцы ну только одна травма связан с танцами это был надрыв тарана голеностопного сустава я просто выполнял прыжок я в нем завис и приземлился вот так мне говорят что я не очень везучим в тот момент был потому что обычно люди падают и ломают плюс него кость это одно а когда у тебя надрыв связки это гораздо больше 40 реабилитации но меня это вообще никак не стану я через полтора месяца снова бы в строю парсибири по россии у меня достаточно высокий серьезный уровень и в тот момент когда сказал все тип я я король я молодец вот тогда все можешь сворачиваться и заканчивать танцевать ну что пока ты соревнуешься сам с собой чтобы ты ты стал завтра лучше чем ты был вчера или месяц назад вот тогда это имеет смысл в противном случае это все не то 2016 год я еду на чемпионат россии и выиграю его то есть это был первый раз когда я по-настоящему что-то сильно что-то крупное выиграю то есть это был первый мой выигранный чемпионат я тогда танцевал парад чемпионов это вот то после чего я наконец-то поверил себя следующее это победа на чемпионате британии я шел к ней 22 года в том плане что я сначала поехал туда один раз и чуть-чуть не дожал до первого места через год я приезжаю и выигрывать чемпионат я буду прям брат мы поехали вместе с катей вдвоем на тот чемпионат и она наконец-то увидела вживую как я что-то выиграю то что тогда в москве и не было со мной это очень важно что она тоже чтобы она тоже видела чтобы она выходила как преподаватель когда награждают чемпиона выходит его преподавать и чтобы тоже досталась часть славы из последних мы их наград который действительно стоит того я обладаю четвертым местом с чемпионата мира который проходил в голландии в городе мастер в 2018 году я очень долго готовился я ко всему долго готовлюсь мне кажется мог бы выступить лучше я споткнулся где-то там не дожжал но тем не менее тут то четвертое место мой первый пьедестал на мировом такой солидный то есть была категория 32 человека мы соревнулись по уровням то есть там начинающий никогда не будут соревноваться с профессионалами но мы еще соревнулись и по возрастам то есть нас очень жесткая градация 8 категория дети до 10 лет категория дети до 11 до 12 до 16 мы с моей женой одного года рождения соответственно всегда будем в одной возрастной категории чтобы мы не делали у нас прям вот такой знаете соперничество чтоб там кто кого все-таки одно дело делаем мне гораздо важнее это достижение учеников то есть она сама такая ничего страшного может быть я где-то не буду самый крутой но зато мои дети будут просто всех рвать танцевальная школа это вот наша с женой второй ребенок можно сказать даже первый то что он раньше чем наш сын и мы вкладываем огромное количество сил и времени в школу то есть нужно расти и самому как танцору и учеников подтягивать и как-то обустраивать вообще все это будет танцевально чтобы людям было комфортно в нашей школе там 15 лет в этом году из них вот по-честному положу руку на сердце мы занимаемся правильными ирландскими танцами лет семь а прям по-настоящему круто ли года четыре то есть а там есть школы 70-летней истории мне повезло я езжу на запад снимать соревнований сам это участвовать них очень часто то есть такое наверное из наших вот в сибирских когда это очень не помню не может себе позволить в среднем я оказываюсь где-то на 6 7 чемпионатах в год на территории ирландии или великобритании и я просто вижу это то есть я вижу как надо приезжая домой говорю что вот это было похоже или вот это не очень тут переделай пожалуйста помогает instagram потому что многие современные ласки танцоры они все все в сети и все делятся какими-то фишками своими то есть не прям так что берут и учит а просто танцуют на камеру но все равно вот вот эти картинки видео они не дают того ощущения как это должно быть то есть это же они уже могут делать с ошибками помимо соревнований из такой формат как танцевальный лагерь когда вы приезжаете и все вместе учитесь у каких-то там преподавателей которые ведут этот лагерь готовите танцы и вы выступаете потом ну например в шоу или делать какие-то другие выступления и это обалденный опыт то есть соревнование это одно а здесь вы команда прям проникаешься этим всем в рванье я попал в первый раз года три назад раньше до этого меня спрашивают вот это сша вас питаться бы в рванье такой ну вот так нет еще не успела теперь да это безумно красивая страна закаты просветы все очень красиво она маленькая и все можно объехать на машине за то есть с края в края 4 часа но она очень красивая не живущие там они очень приятные они очень похожи на нас вообще в рванских танцев достаточно жестко все сфот и видеосъемка то есть отчасти это опять же связано с разного разного рода защиты детей потому что опять же примущественная русская танцор то дети чтобы никто никого чужого ребенка не сфотографировал очень любых видео запишут из плюс есть правило запрещающие копировать чужую танцевальные схемы с чужой материал и в связи с этим тоже во многом запрещена видеосъемка потому что ты пришел записал чей-то танец пришел домой выучил вы танцуешь на сцене так нельзя делать все авторская хореограф то есть на это все либо должно покупаться либо это сами люди придумывают для себя для своих щенков и даже у нас однажды был случай когда мы приходим на соревнования смотрим на чужих детей и они танцуют нашу схему мы такие о по по правилам комиссии мы вправе подойти к судье и сказать сквалифицируйте их всех вот это наша схема чтобы снимать там нужно выиграть тендер для того чтобы тебя позвали снимать допустим чемпионат ол айрландс чемпионат ирландии по ирландским танцам тебе нужно выиграть тендер и выиграть не просто и в первую очередь я должны знать будь ты хоть самым крутым фотографом в мире если вот ирландский танцор иландская среда не знает кто ты то тебя даже не будут рассматривать потому что ты аутсайдер то есть и не из их тусовки есть парень москве который занимается вот вот съемками этих чемпионатов и прочего с но тот момент он тоже будет небольшая вот его конторка и они искали сотрудника седового искали не оси в питере и в москве я ему написал он попросил мне сделать тестовое задание для него я пришел на соревнования отснял и вот с 2015 год с тех пор я с ним работу видимо я ему понравился он меня возит вот отсюда из омска в дублин вот в америку возил и так далее все фотографы которые снимают и чемпионатом и танцоры бывшие действующие неважно мы должны понимать эту конъюнктуру как это работает у тебя на сцене три человека и ты должен каждому из этих трех людей за минуту сделать какое-то количество годных снимков чтобы он пришел потом и такой о мне нравится я куплю это то есть это не так что нам платят деньги мы снимаем мероприятие а потом что-то там отдаем наоборот то есть мы приходим снимаем и получаем деньги только за то что люди покупать фотографии то есть скажем так голосуют рублем самая сложность в разных танцах это то что у тебя верхняя часть тела вот и не для съемки она бесполезная по сути то есть танцор вот так вот стал и все то есть максим что у него там вжать какие-то эмоции на лице получается что там самое интересное это ноги снимать крупно ноги тоже не ты не можете съемку на этом построить и вот сложности еще в том что это степ то есть это очень все вот это внизу и она все странно то есть стоп-кадр из этого выглядел ни о чем то есть ну просто какие-то ноги чё-то где-то поскольку я сам танцор я знаю перечень каких движений которые фотогеничны которые прям интересно смотреть то есть где-то ты четко понимаешь что о там раз руки красиво девушка поставил все это можно снимать есть тут хватает твои эстетически просто вот на смотрим стыд и смотришь фильмы шоу понимаешь что вот эта картинка классная с ирландским танцем чуточку сложнее но тоже это все вопрос опыта как я работал я просто брал с собой камеры одну ставлю штатив она снимала в режиме автоспуска просто на широкий угол все что происходило что то что мне только хочется попасть в кадр вот а втором не всегда было либо на пояс либо где-нибудь там рядышком валялась и я какой-то классный свет там классно девочка сидит оба щелк следующий репортажный снимки вот это все то что творится вокруг это не профильное наше дело но мы все это очень то что это круто снимать вот как танцоры ведут себя за сцены как они переживают из вот это самый реки эмоциональные самые классные моменты если допустим ты хочешь снимать голливудских звезд тебе надо ехать в голливуд это логично если хочешь снимать ирландских танцоров тебе желательно ехать в ирландию но принципе все возможны у нас перспективы это сложно такое понятие я знаю много людей которые переехали в питер и москву потому что там перспективнее кому-то удалось на самом деле все знают ребят которые уехали и они прям вот нашли себя они поняли что вот тот ритм жизни там вот этот город вот эта работа который там устроились она и подходит но очень много ребят переезжает и не получается иметь школу танцев в омске и вот наш школа танцев конкретно очень перспективно то что ну это твое то есть если ты переедешь куда-то это начинает с нуля это просто взять и сжечь все и попробовать заново построить там кто знает получится или нет невозможно быть кочевником вот конкретно со школы танцев ты не можешь просто взять и поменять место есть это небольшой якорь который нас удерживают здесь но опять же эта штука которая заставляет нас сильнее работать больше вкладываться чтобы через там 10-20 лет это было прям ух школа а с точки зрения фотографии меня возят отсюда наверное я чего-то стою есть у меня есть здесь работа и постоянные клиенты и новые всегда находятся в омске довольно много поводов для вдохновления у нас безумно красивые закаты у нас очень красивое небо и многие шутят что типы до что в омске красиво не вы специально чтобы не смотреть вниз мне вдохновляют люди которым вот это вот в омске много чего нет значит что можно много этого сделать меня на самом деле очень нравится только город изменился за последние годы по центру стало намного более приятно и пройтись и в том числе для меня когда фотографа гораздо больше локации появилась для съемки несмотря на какие-то вот трудности с тем что ребята уезжают кто-то жалуются вечно там нет работы просто ее не искали просто нет работы сделай себе сам работу то есть это сложно это страшно местами как бы если ты не сидишь на попе и что-то делаешь то тебя все получится не сейчас не через месяц может быть позже может повезет раньше но получится главное делать мне бы хотелось чтобы меня позвали это не знать снимать лучший шоу урландские чтобы прям вот вот именно ты из омска приедь к нам поснимать я прямо мечтаю чтобы вот обо мне здесь узнали что вот именно хотим что именно он потому что вот вот он крут это даже не то что мечтает а прям реально цель который ты просто мелкими шажочками идешь а и и и и и и Продолжение следует...